Что вы думаете по поводу появления в публичном пространстве экс-чиновницы Белого дома Дилары Гундровой, которая скритиковала команду Хабирова и заявила об амбициях пойти на выборы главы региона? Напомню, что это уже в следующем сентябре. Ну, я как-то не очень про нее думаю, если честно. Оценивать ее выступления достаточно сложно, но в первую очередь я их воспринимаю как абсолютно пустые. Ну, то есть у нее есть масса претензий нарицательного характера, но при этом нету никакой там документальной подоплеки. Вот буквально вчера, по-моему, опубликовали ответ прокуратуры Ардженкинского района на все ее вот эти вот выступления, и там четко прописано, предоставьте, пожалуйста, нам документы, подтверждающие нарушения, о которых вы говорили в СМИ. Ну, то есть это нормальная реакция органа, который, ну, если заявлено, что здесь, значит, что-то происходит, что-то происходит, то этот орган попросил ее объяснить, что. То есть я примерно на такой же позиции нахожусь, ну, с той разницей, что я, конечно, не прокурор, в том плане, что, ну, девушку рассказывайте, если вы так много знаете. Она ничего не рассказала. Целых три статьи в пруфах было. Нет, статьи с статьями, но это же пустота, вакуум. Ну, то есть кто? Договора, суммы, фамилии. Про энергетиков, про имущества. Нет, суммы, договора, факты, значит, даты. Когда, кто, что украл. То есть если она говорит о том, что это, ну, я вот, например, с одной стороны с ней полностью согласен, ну, с точки зрения концепции, да, то есть она говорит о том, что команда Хабирова это команда, разрушающая там экономику и политику в регионе, что они коррумпированы, что они, значит, там, не умеют многие вещи делать. Кто бы спорил? Мы все об этом давным-давно говорим. Но, уважаемая мадам Гундорова, если вы столь глубоко погружены в эти процессы, если вы тесно сотрудничали с финмониторингом, ФСБ и прочими, значит, структурами, которые за всем этим наблюдают и все это, ну, как теоретически пресекают, ну, расскажите нам тогда какой-нибудь конкретный кейс, дайте. Ну, как, например, какой-нибудь глава какого-нибудь района чего-нибудь украл. Вот у меня к этому только вопрос. У меня нет претензий к ее светлому порыву разоблачить власть. У меня есть, конечно, слегка ироническое отношение к ней лично, потому что, ну, на самом деле ей бы стоило все-таки сразу заявиться на владычицу морскую, чего уж там Башкирией командовать. Но в целом-то, вот говорю, это пустота. То есть это заявление, это было просто хайп? Ну, конечно, да. Это и есть, это все в чистом виде хайп. Ну, то есть, если вот она предоставит документы Орджоникидзовской прокуратуре, настоящие документы, из которых вырастают там уголовные дела, там доследственные проверки и прочее, прочее, вот тогда да. А то она находится в позиции, я все знаю, но никому ничего не скажу. Это очень похоже на то, что дядя, дайте три рубля, а то пойду неверной дорогой. Ну, это цитата была. Соответственно, ну, я пока этого не утверждаю, но это мне напоминает эту ситуацию. Хорошо. Ладно. А вообще, кстати, вы считаете, что она продолжит серию вот этих публикаций и разоблачений, или все на этом закончилось? Ну, сценарная работа там, конечно, на очень плохом уровне. Я не знаю полного их кейса, да, какой этот сериал, там, это Санта-Барбара или это что-то покороче, может продолжить. То есть мы не до конца понимаем, во-первых, ну, кто за ней стоит, то, что она фигура не до конца самостоятельная для меня, очевидно. Во-вторых, мы не до конца понимаем конечных целей и задачи ее деятельности. То есть, ну, как бы смехотворно они не были, эти действия, но все равно они существуют, да, так вот вы говорите, там, целых три статьи, там. Я заглянул там в посещаемость, я видел, ну, что на Ютьюбе их там даже, ну, человек, наверное, 300 или 400 посмотрел. Ну, то есть на кого рассчитано это все, каковы цели, мы не знаем, там, получить у дяди 3 рубля или, например, там, стать главой республики Башкортостан, то есть, да, или еще более амбициозные задачи. Ну, и следующий вопрос, насколько они исполнимы? Ну, 3 рубля точно не дадут уже теперь. На ваш взгляд, ее будут прессовать? Или, как вы говорите, у нее есть чья-то поддержка? Нет, ну, сложно прогнозировать действия наших властей, потому что, ну, зачастую они носят характер хаотический и логически необъяснимый. До тех пор, пока в ее речах не прозвучит каких-то, ну, какого-то четкого состава преступлений, я думаю, не будут. Ну, потому что если бы она назвала бы фамилию и сказала, что он вор и коррупционер, то тут либо проверка, либо клевета. Ну, то есть, уже другого не будет результата. А пока она разговаривает на языке абстракции и там всеобщего обвинения, я думаю, что в ее адрес не будет никаких серьезных репрессий, ну, хотя бы потому, чтобы не развивать эту тему. Так что поживем, увидим. То есть, ее сейчас будут стараться просто не замечать? Вот как вот и нет. Нет, ну, арженкинская прокуратура же заметила, интересно, полегчала. Нет, я имею в виду в публичном пространстве. Нет, у нас в публичном пространстве вообще, в официальном публичном пространстве ничего не происходит. У нас поют и пляшут, и в курай дуют. У нас четверть миллиона человек на Советской площади собралось, если верите нашим СМИ. О чем вы говорите? Да, да, я слышал. О чем вы говорите? Они живут в стране грез.